В этом году, в отличие от прошлого, обширные праздничные мероприятия с выступлениями творческих коллективов, чистованием ветеранов войны и труда и полевой кухней прошли в отдаленных микрорайонах Ангарска. Тех, кто ковал победу, и жителей там поздравили первые лица городской и районной власти. Глава города Вадимир Жуков, исполняющая полномочия мэра Светлана Кожаева, глава администрации ангарского муниципального образования Антон Витко. Наша страна победила фашизм и после этого начала восстанавливаться. И первым на карте нашей страны появился новый город, город Ангарск. Ангарск – город, рожденный победой. Вечная слава защитникам нашей страны и вечная память тем, кто погиб, защищая наши рубежи. С праздником, с Днем Великой Победы! Дорогие ветераны войны, труженики тыла, ангарчане, поздравляю вас с великим праздником 68-й годовщины Победы Великой Отечественной войны. Именно 68 лет над нашей страной мирное небо благодаря вам. Вашему участию в этих военных действиях страшных, неописуемых ни в одной книге. Невозможно смотреть ни в одном фильме, это надо прочувствовать. И, к сожалению, судьба вам дала такую тяготу, вынести это все. Сегодня наша задача и задача поколений, которые идут за нами – уважать вас, сохранить ценности, которые вы дали нам. А самая важная ценность – именно жить в мире. И хочу в этот праздник поздравить вас, пожелать всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, уважения. Масса теплых слов в ходе приема прозвучала в адрес тех, чью жизнь однажды круто повернула война. Ветеранов поздравил глава Ангарска Владимир Жуков. Святой долг каждого из нас – помни тех, кто погиб и кто не дожил до этого светлого дня. Святая обязанность каждого из нас и в первую очередь власти – заботиться о тех, кто остался. Я хочу сегодня поздравить ветеранов войны, вдов тех мужей, которые не пришли. И хочу сказать всем жителям города Ангарска, если мы хотим жить счастливо, мы должны помнить о тех людях и должны беречь тех людей, которые сегодня рядом с нами. Торжественный прием участников войны и тружеников тыла, по словам гостей, впервые организовал мэр Ангарска Владимир Непомнящий. И с тех пор он становится хорошим поводом для встречи фронтовых друзей и товарищей, возможность упомянуть тех, кто так и не отметил праздник Великой Победы. Ежегодно городская и районная администрация поддерживает эту многолетнюю традицию. Пообщаться, спросить о здоровье, поплакаться, в тряпочку. Солю, что кто-то окажет помощь. Очень мероприятие хорошее. Во-первых, это уважение к нашим ветеранам, уважение к их памяти, к тому подвигу, который они совершили. Большое спасибо. Фуршет, песни военных лет в исполнении солистов, творческих коллективов ДК «Нефтехимиков» и просто благодарность за победу. Традиция торжественного приема главы города и мэра района в честь Дня Победы обязательно будет продолжена и на следующий год. Ведь ангарчан, свидетелей страшных сороковых, становится все меньше и меньше. Ольга Дерибера, Дмитрий Новопашин, Местное время. Понятно.